Подготовку к празднику едва не смыло сегодня утром на площади Советской. В честь юбилея праздничные мероприятия пройдут в каждом районе города. В Советском районе хедлайнером будет группа Умы Турман. Братья Крестовские сами, родом из Советского района. Так вот, для них на площади Советской готовят сцену. И вот сегодня перед сценой разверзся асфальт и забил фонтан кипятка. Ни с того ни с сего. То есть мы обходили территорию и резко хлынул фонтан воды из этого люка. И она очень быстро все заполонила. Прямо во всей улице. Она еще горячая была. На самом деле мы боялись, не дай бог, кто это стоял. Даже сотрудников. То есть там прям фонтан, горячая вода, прям кипяток. Просто маленький люк был вот в этом месте. Потом, когда вода ушла, то есть когда все перекрыли, мы обнаружили, что у нас просто провалился асфальт. То есть было страшно подходить, потому что, ну, может быть, и дальше пойдет. Там вода, да, вот это обывал. И там дальше, соответственно, в этой скважине, так сказать, там была горячая вода. Это песок, который вымыло вместе с водой. То есть там поток был настолько сильный, что вот песок, там щебень, асфальт, он, в общем, ну, его смыло. То есть все оборудование, в общем, тоже затопило. Когда вывозили отсюда трубы, то есть экскаватором, да, поднимали грунт. И там, соответственно, были вот эти трубы. Они очень были в плачевном состоянии. То есть они прям рассыпались, прям рассыпались так в глаза. То есть они достают, и она сразу просто ломается. 500 миллиметров трубопровод. Высокий износ. Хорошо, что это сегодня случилось, а не в день концерта. Поэтому сегодня к вечеру мы уже все закончим. Здесь сейчас работает 12 человек, 2 бригады, почти 7 единиц техники. Все промоем, все почистим. Земляки же выступают. Поэтому все будет нормально. На концерт это никак не повлияет. Аппаратура не повреждена. Вот только что я общался с представителем компании-организатора, аппаратура не повреждена. Но сцена не пострадала, нет. То есть все оборудование, оно как бы было либо выше уровня, либо частично, но я думаю, ничего страшного там не случилось. Пока работы по устранению последствий аварии продолжаются, они будут идти всю ночь и уже к утру представители теплоэнерго обещают, что об аварии не будет напоминать абсолютно ничего. Все благоустройство будет восстановлено.